Ребятки всем привет! Сегодня я вас приглашаю на обзор очередного 3D принтера с приличной областью печати 300 на 300 у него. Давайте вместе откроем, посмотрим как упакован, соберем его, изучим и что-нибудь напечатаем полезное как всегда. В общем поехали. В коробке у нас работяга от фирмы Creality CR10 Smart. Это новинка. Распаковка это очень важный этап. Потому что важно как принтер, насколько он хорошо упакован, чтобы он доехал в целостности до конечного потребителя. Инструкцию рассмотрим чуть позже. CR10 требует сборки. Сейчас достаю все комплектующие и собираем. Ребятки вот что было в коробке. Все что было в комплекте. Принтер уже практически собран. Нижняя часть со столом мы обязательно залезем под капот. Посмотрим на электрику. Ось Z уже практически собрана с экструдером. Нужно будет только прикрутить и поставить раскосины, винты крепления. Установить экран. Также есть крепление для пластика. Есть маленькая катушка в подарок белого ПВА пластика. Ну и шпатель. Ребят, судя по инструкции, в комплект обязательно должен входить еще инструмент для сборки различных шестигранников. Ключи, кусачки для пластика. Также иголка для прочистки. Флешкарта, фиксаторы различные. Ну и сменные запасные сопла. Но у меня всего этого нет. Мне уже компания Creality присылала на обзор 3D принтер Ender 6. И наверное подумала, что с меня инструмента хватит. Здесь установлен вентилятор охлаждения. Поэтому я отключаю время на питание. И смотрим, что у нас под капотом. С обратной стороны приклеены мягкие резиновые ножки. Так, господа, я нашел инструмент. Но для этого нужно было разобрать принтер. Это выдвижной ящик. Сейчас переверну покажу. Вот это я даю конечно. А вот и весь инструмент. Здесь такой удобный бардачок. На магнитике кстати. И все удобно здесь хранить. Шестигранники, как я и говорил. Кусачки, ключик, флешкарта и иголка для прочистки. Великолепно. А здесь два сменных сопла запасные. И фиксаторы. Плата управления с драйверами на Ender 6. Очень тихие драйверы установлены. Надеюсь здесь такие же. И блок питания на 24 вольта. Выглядит все аккуратно. Сейчас я связался с производителем. Чтобы уточнить, он утверждает, что на плате установлены 4 драйвера TMC 2208. Внутреннюю электрическую часть мы с вами рассмотрели. Так что можно ставить крышку обратно и собирать принтер. Стол выполнен из качественного фирменного стекла. Стекло очень легко меняется при необходимости. Вот два эксцентрика. И стекло вытаскивается. И так же легко ставится обратно. Перед тем как ставить ось Z нужно немного отрегулировать стол. А именно зазор между роликами и направляющей. Немного выбрать эксцентриком. Сейчас покажу. Здесь видно небольшой люфт и зазор в десятку. Сейчас я это устраню эксцентриком. С остальными роликами нужно сделать такую же процедуру при необходимости. И выбрать этот зазор, чтобы не было никаких люфтов. После небольшой регулировки все ролики прилегают к направляющей. Хочу обратить ваше внимание, что это все манипуляции, которые нужно выполнить со столом перед печатью. Ручных регулировок уровня стола здесь просто нет. Но об этом чуть чуть попозже. Сам стол выполнен из алюминиевой плиты толщиной 3 миллиметра. И теперь можно поставить ось Z на свое место. Монтаж не составит труда. Нужно будет закрутить всего лишь 4 винта. Освободим голову. И тут ребят нужно выполнить такую же настроечку. Устранить люфт. Опять же немного подкручиваем эксцентрик. Сильно не перетягиваем тоже. И люфт выбирается. Сразу делаю акцент, что для более стабильной работы и отсутствия перекосов на оси Z два шаговых двигателя два ходовых винта. Диаметр ходовых винтов 8 миллиметров. Вверху не синхронизированный через зубчатый ремень. Теперь устанавливаю распорки. Теперь ось Z благодаря распоркам гораздо более устойчивая и жесткая. Устанавливаю кронштейн для пластика. Очень легко вставляем. При закручивании винтов гайки сами поворачиваются в нужное положение. Ручку для пластика можно поставить как с левой, так и с правой стороны. Но немного мне не нравится как осуществляется фиксация. Я думал будет защелкиваться, но нет. Она свободно откручивается. Не выпадет ли она при эксплуатации. Не хочу сюрпризов при дальнейшей эксплуатации. Нарезал резьбу и зафиксирую это все винтиком. Хочу немного зафиксировать шлейф проводов. Чтобы он не болтался. Ребята, наконец-таки CR10 смарт собран. На все про все ушло где-то полчаса. Вместе со съемками вы видели сами. Сложности в сборке вообще нету никаких. И как говорится встречают по одежке. Выглядит очень красиво по-современному. Такие современные защитные кожухи везде стоят. Я бы сказал очень лаконичный принтер. Ничего нигде не торчит. В общем мне очень нравится его внешний вид. Область печати здесь составляет 300 на 300 миллиметров. И высоту можно напечатать модель 400 миллиметров. Кинематика. Кинематика здесь пруша. Или еще ее называют драгостол. То есть стол ходит по оси У вперед-назад. Но уже печатающая головка перемещается соответственно по оси Х. И вверх-вниз по оси У. Напомню 2 шаговых двигателя. Два ходовых винта. Которые синхронизированы между собой ремнем. На CR-10 болден экструдер. Он закреплен на направляющей оси Х. И перемещается вместе с ней в верхней из по оси З. Очень удобно выполнено натяжение ремней. Вот можно подрегулировать. Подтянуть крутилкой. На оси Х также есть такая же функция. Перемещение по всем осям осуществляется с помощью роликов. Которые ходят по алюминиевым направляющим. Думаю уже пора оживить принтер. И давайте сразу войдем в меню. И поменяем на русский язык. Можно отправить сразу домой. Выключил свет и покажу вам какая подсветка. Чисто символическая. Не напрягающая. Можно так ее назвать. И пришло время отрегулировать стол. Давайте это сделаем. Привычных ручных регулировок нет. Все это делается через меню. Все это делается автоматически. Сейчас вам все покажу. Для этого входим в калибровку. И нажимаем начало. Когда сопло нагреется до 120 градусов. Начнется автоматическая калибровка стола. В это время руками ничего трогать нельзя. По меню видно что 16 точек. Где будет производиться замер. Все получается калибровка завершена. Кстати принтер с кнопки не выключается. Его можно выключить через меню. Загрузка простая. Пропустить нужно пластик через датчик филамента. Отодвигаем здесь рычаг. Дальше можно через меню автоматически подать пластик. Когда сопло нагреется до рабочей температуры пластика. Экструдер начнет подачу. Температуру можно настраивать вручную. Пошла вода в хату. Кроме этой калибровки есть еще вспомогательная. Здесь можно добавить зазор между печатающей головкой и столом. Шаг деления 0,05. Оставлю как есть. Две десятки. Остальными телодвижениями и настройками займусь дома. Там же и попробуем что-нибудь напечатать. И для того чтобы вы могли получше оценить габариты CR10. Я рядом поставил его родственника Creality Ender 6. Я уже делал на него обзор. Вот вам подсказка. Очень доволен этим принтером. Великолепно печатает. Качественно и самое главное очень тихо. Несмотря на то что Ender 6 имеет меньшую область печать чем CR10. 250 на 250 против 300 на 300 у CR10. Вы видите что Ender 6 гораздо шире. Но зато CR10 больше по глубине и немного выше по высоте. На обоих принтерах высоту можно напечатать модель 400 миллиметров. На CR10 Bolden Extruder. Давайте я сниму кожух и покажу как выглядит Hotend. Сниму еще силиконовый кожух. В принципе доступ удобный и быстрый. Если есть необходимость заменить сопло или нагревательный элемент. Добавлю принтер в слайсер Cura. Нужно выбрать принтер не подключенный к сети. Ищем в списке. У меня Cura версии 4.9.1. И здесь мы видим что CR10s уже есть в списке. Это нам очень упрощает работу. Никакие параметры менять не нужно. Перед тем как печатать какие-то тестовые модели я хочу настроить ретракт. Для этого воспользуюсь специальной программой. Если очень упростите. Эта программа генерирует модель при печати которой тестируется большое количество настроек ретракта. И уже после окончания печати мы визуально оцениваем при каких диапазонах, при каких настройках ретракта получилось самое хорошее качество. И эти настройки вбиваем потом в слайсер Cura. Ребята могу сразу сказать что печать очень тихая. Драйверы действительно тихие. TMC 2208. Ну я слышу только вентиляторы. Раньше мы уже печатали крыльчатки на 3d принтере. И сегодня я хочу повторить этот эксперимент. Но хочу использовать всю область печати. Максимальную пока возможную для меня на CR10. Она составляет 300 на 300 миллиметров. Вот и напечатаем крыльчатку такого диаметра. Если получится хорошо я попробую в следующих видео сделать какой-нибудь проект на базе этой крыльчатки. Может быть даже мощную вытяжку в мастерскую. Даже с 15% заполнением печать будет идти 1 день 21 час. Даже дольше. Будет всегда по опыту и могу сказать что печать происходит на 20% дольше. Так что двое суток нам придется подождать. Ну а потом получится такая красота. Надеюсь крыльчатка получится прочной. Напечатал тестовую модель. И здесь очень хорошо видно как с каждым шагом величина ретракта или отката увеличилась на 0,5 миллиметра. И становилось все меньше и меньше соплей, все меньше и меньше нитей. Здесь уже на этой стороне более-менее. Ну а самый лучший результат вот здесь. Здесь получается ретракт от 6 миллиметров до 8 миллиметров. Хотя на этой стороне тоже получилось хорошо. Нет никаких нитей. Но видите качество стенки получается не очень. А здесь прям полное заполнение. Значит буду выбирать из этого диапазона от 6 до 8 миллиметров. А по вертикали через каждые 25 слоев менялась скорость отката. Начиналась на 10 миллиметров в секунду, 20, 30, 40 и так далее миллиметров в секунду. Я выберу где-то среднее значение 45-50 миллиметров в секунду. Оказалось очень легко и удобно пользоваться этой программой для визуализации настроек отката. Кому нужно ссылки на эту программу я оставлю в описании под видео. Пока поставлю откат 6 миллиметров в секунду со скоростью 50 миллиметров в секунду. При необходимости я потом еще отредактирую если надо будет. Перед тем как запускать крыльчатку в печать вот такой тестовый кубик напечатал. Чтобы посмотреть настройки ретракта. В принципе меня устраивают. Наверное еще чуть-чуть скорости добавлю. Вот так в принципе более-менее. Ребят это фиаско. Сел я монтировать видео. Уже счастливый, что еще часов 12 и крыльчатка напечатается. Посмотрите какая огромная. Печатает принтер хорошо. Мне нравится. Качество меня очень даже устраивает. Еще можно поднастроить. В общем что я сделал. Я подвинул принтер просто в сторону немного отодвинул. И видно не рассчитал. Забыл. Стол когда начал двигаться в сторону окна он просто уперся. И не знаю что там произошло. Ремень проскочил. Или двигатель прокрутился. Короче сбилась позиция. И принтер начал печатать совершенно по другой траектории. Как будто на несколько сантиметров дальше. Такие дела короче. Это по моей вине. Снимаю это обязательно для вас. Показываю. Потому что если у кого-то возникнет желание приобрести такой принтер. Чтобы вы знали об этой проблеме. Принтер нужно рассчитывать так. Чтобы оставалось свободное пространство. В этот раз я уже не буду допечатывать эту крыльчатку. Сделаю это потом. Потому что не выдержу еще двое суток. Мне нужно заниматься очень важными проектами. Вы помните мы должны доделать фонарик. Двое суток без мастерской я не вытерплю. И вас не могу оставить без видосов. И так видно что получается хорошо. Что принтер может печатать на всю площадь. И делает он это качественно. Сейчас я сниму крыльчатку. Довольно хорошо получилось настроить Телетрак. Надеюсь данная программа и вам поможет. И облегчит жизнь. Я и доволен и не доволен одновременно. Я еще не сталкивался с такой долгой печатью. Двое суток. Вы сами понимаете что за это время может произойти все что угодно. Вот оно и произошло. Но я обязательно чуть позже еще раз попробую напечатать эту крыльчатку. Очень хочется иметь такого размера в арсенале. На базе которой можно делать очень много интересных проектов. Ребята как всегда для вас я постарался сделать обзор как можно более подробным. Постарался везде заглянуть. Постарался везде все показать. Надеюсь у меня это получилось. Надеюсь вам было полезно. На мой личный взгляд у принтера есть как очевидные плюсы. Это его тишина. Очень тихие драйверы. Так и большая область печати. Которая позволит выполнить множество интересных проектов в будущем. Так есть и определенные недостатки. Один из них на мой взгляд это отсутствие механической регулировки стола. Все равно она должна присутствовать. Это лично мое мнение. Но все равно выводы делать вам ребята. У меня на этом все. Все ссылки будут в описании под видео. Всем пока. Скоро увидимся.